Знакомая мелодия, не правда ли? Конечно, это Полонесса Агинского. Два эти слова, Полонесса и Агинский, давно стали чем-то единым, как маятник Фуко или бином Ньютона. Полонесса Агинского звучит уже почти как имя нарицательное. Существует даже шутка, как неграмотный конферансье объявил «Чайковский, Полонесса Агинского». Ну а если без шуток, то мы вряд ли знаем более того, что некий композитор Агинский когда-то написал свой Полонесс. Сегодня мелодия знаменитого Полонеза стала настолько массовой, что звучит из мобильных телефонов, будильников и ноутбуков. И даже турникеты московского метро, сообщая о попытке безбилетного прохода, исполняют начальный мотив произведения Агинского. На широко известный Полонесс было положено немало стихов. Самую большую популярность получила песня в исполнении белорусского ансамбля «Песнеры». Песня летит, как птица вдаль, ведь где-то там теньши лесной Стоит у вечки синий дом родной, Где ждет меня, любимая, и берет, и тихий мой причал, И вечером в саду из дома слышатся лишь звуки Полонесса. В 70-х годах прошлого века на экраны вышел художественный фильм Полонесса Агинского. Эта картина рассказывала о маленьком скрипаче, ставшем в годы войны партизаном. Лейтмотивом киноленты стал знаменитый Полонесс. Он же дал название фильму. А вообще Полонесс – это танец. Появился он в Польше примерно в 15 веке. Тогда его называли «ход зоны» от слова «идти». Торжественный танец шествия исполнялся исключительно на свадьбах. Позднее он стал непременным атрибутом народных гуляний И открывал танцевальную программу деревенских праздников. Через 100 лет польский танец проник во многие европейские государства. В 17 веке он стал танцем привилегированных классов. Его исполняли на балах. Движения были горделивы, а осанка требовала стройности. В 18 веке Полонесс танцевали во всех дворцах Европы. Именно тогда и появилось знаменитое сочинение Агинского. Оно было написано в 1794 году. Михаил Клёфас Агинский. Как звучит это по-польски. И вот когда ты говоришь это имя, мне кажется, у всех нас возникает сразу ощущение какой-то необыкновенной прелести и волшебства. Потому что любой гений может быть сравним только с волшебником. Автор Полонеза Михаил Клёфас Агинский был активным политическим деятелем своей родины, Речи Посполитой. Это государство появилось в 16 веке, когда объединились Польское королевство и Великое княжество Литовское. Речь Посполитая просуществовала совсем недолго, немногим более 200 лет. Граф Агинский был одним из лидеров повстанческого движения и, словно предчувствуя скорую гибель государства, написал свой знаменитый Полонез. Название было пророческим «Прощание с Родиной». Речь Посполитая исчезла с политической карты Европы. «Прощание с Родиной» и Полонез, так названный, он, конечно, не может быть Полонезом, под который танцует. Очевидно, все-таки лучше его просто слушать, и каждый может думать о своем. И у каждого есть своя Родина, и он может думать о своей Родине, о своем небе, о своей родной земле. Сочинения Агинского были очень популярны среди участников восстания. Исследователи приписывают ему мелодию песни «Еще Польша не погибла», ставшую позднее национальным гимном страны. Кроме того, Агинский является автором общеславянского гимна «Гей-славяне». Талант Агинского как композитора проявился уже в ранние годы. Он играл на фортепьяно, скрипке, арфе и виолончели. Учителем маленького Михаила был композитор Осип Козловский. Позже Козловский стал заведующим музыкальной частью Петербургских императорских театров. Он был и автором неофициального гимна Российской империи «Гром победы, раздавайся», тоже, кстати, написанного в такте и характере Полонеза. Под руководством своего наставника Агинский начал сочинять музыку для фортепьяно. Позднее это стало его любимым увлечением. Он просто сродни какому-то волшебнику. О нем всегда придумывали колоссальное количество историй. Выходила газета, где было написано, что вот замечательный композитор Агинский. При поездке по морю его корабль потерпел крушение. И он погиб со всей семьей. И Агинский собирал вот все эти газеты с восторгом всю жизнь. Музыкальному перу Агинского принадлежит и малоизвестная опера «Зелида и Валькур» или «Бонапарт в Каире». Он посвятил ее Наполеону в тот период, когда был полон надежд, что великий полководец поможет восстановить независимость Речи Посполитой. Агинский даже вел переговоры с Бонапартом, но вскоре понял, что французский император вовсе не намерен помогать полякам. Тогда граф Агинский возложил свои надежды на Россию. Он стал сенатором Российской империи и тайным советником Александра I. Агинский предложил царю проект воссоздания великого герцогства Литовского в составе России. Но Александр I отверг этот план. В начале 1820-х Агинский, продолжая оставаться тайным советником, переехал в Италию. Везде, где бы он ни находился, он продолжал писать для фортепиано. Некоторые его сочинения издавались небольшими тиражами, а многие рукописи так и остались ненайденными. Но даже один, дошедший до наших дней полонез, прославил имя Агинского на века. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова